И снова добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить на этой неделе о благочестии. Итак, что же такое благочестие? Я позволю себе прочитать, друзья, перевод с греческого языка значения этого слова. По-гречески оно звучит примерно так, эусебиос или эусебио. Оно означает правильно почитающий, то есть верно почитающий. Человек, который почитает и в то же самое время он делает это правильно, делает это верно. Давайте остановимся, что означает слово почтение. Слово почтение, друзья, это не просто хорошее отношение, это не просто уважительные слова, уважительные отношения. Это способность осознавать реальность своего не оппонента, а собеседника или того, с кем вы рядом находитесь. То есть реальность его жизни, реальность того, каков он, какую жизнь он прожил, какую жизнь он проживает, каков объем его личности, каков он как личность. Когда мы говорим о почтении к Богу, друзья, мы должны понимать, что у нас должно быть трепетное отношение к нему. Когда Бог открывался Моисею, когда Бог открывался Аврааму, он очень четко описывая самого себя. Моисею, он сказал, я есмь сущий, то есть я здесь тот, который есть. И он явил себя как всемогущий Бог, Бог всемогущий. Аврааму он открывался, я Бог всемогущий. Он открывался для того, чтобы и у Авраама, и у Моисея, и у всех, кого сегодня мы называем патриархами веры, все, о ком мы читаем в Слове Божьем, о ком упоминает и говорит Библия, все эти люди имели одну важную характеристику. Они почитали Бога, у них было почтение к Богу. Это трепетно, живое, искреннее состояние почтения и благоговения. Благоговение перед Богом. Так вот, буквально слово благочестие означает иметь правильное благоговение перед Богом. Иметь постоянное благоговение. Благоговение, когда мы читаем Слово Божие. Благоговение, когда мы молимся. Благоговение, когда мы общаемся со своей женой или с мужем. Благоговение, когда мы наказываем своих детей. Благоговение, когда мы общаемся на работе. Это благоговение, когда нас никто не видит. Благоговение, когда мы думаем о вещах, о которых мы не хотели, чтобы знали другие. Есть ли в этот момент благоговение в нашем сердце? Вы знаете, мы должны всегда наблюдать, мы должны всегда следить за нашим сердцем. В расширенном переводе слово благочестие означает интересное, имеет интересное значение. Это усилия человека, побуждаемые святым благоговением Богу, которое находит выражение в его повседневной деятельности. Оказывается, благочестие, многие люди, к сожалению, воспринимают благочестие лишь как набожный вид. Когда человек одевает скромную одежду, когда человек ведет себя тихо, скромно, аккуратно, как мы называем, благородно даже кто-то называет. Кто-то апеллирует к той части слова благочестие, которое касается чести, честности. Вы знаете, это внешнее проявление благочестия, что тоже важно, что тоже необходимо. Но истинное благочестие, о котором мы будем говорить, и в следующем видео я буду обращаться вновь к посланию Иакова, друзья, мы поймем, что истинное благочестие начинается из глубины сердца человека. О том, как это благочестие выражается в нашей жизни, как оно выражалось в жизни Христа, и о том, как его приобретать, как его вырабатывать, мы поговорим в следующих видео. А пока, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под этим видео, нажимайте кнопку подписаться, и вы будете получать всю обновленную информацию из наших видео. Увидимся с вами завтра.